Всем здорова, люди. Ну что, сегодня до конца проходим игру, да? Вы же хотите? Я хочу определённое. А, ребят, давайте так, давайте мы наберём, скажем, 150 лайков на этом ролике, если прям ходить, чтобы я сегодня не был большой. Мне кажется, я хочу этого. Я даже сам лайк себе поставлю. Ладно, всё, будем снижать с базом. А, не. На самом деле, в игре есть очень забавный баг. Если, когда я перезахожу в неё, теряется управление. Сержант Гарриса, мы надо помочь. Да давай, ща поможем, чё, вот рядом находимся. Тут есть вот этот забавный баг. А, ещё забавный баг. Игра нельзя запускается с первого раза, то есть иногда она запускается с второго или с третьего. Сводим, опять же, с второго. Вчера, с трёх. Ну, это печально, парни, это печально. Как бы это смешно немножко, но это грустно. Что же, сегодня новый день потрясающий. И давайте... О! Где он? Я думаю, сегодня не сорян, что я чертежи какие-то пропустил. Не знаю, я вот не видел, что я срочно. Чё же, я знаю, я беспрежу, что чё-то ты пропустил там где-то. Перед тобой было 10 чертежей, а ты проморгал. Чё-то не знаю, я ничего не знаю. А созрение у меня всё отлично, как бы в инкомате мне сказали, что я могу быть снайпером спецназе. Потому что я думаю, они знают, что говорят. Да-да-да, ждите спец... Ждите снайпер при отпсплее. Ладно, я шучу, шучу, чуваки. Не, мне такого не говорили. Но ждите снайпер элита 4 от меня, а третий на канале есть ещё, из тех пор, кто он лучше. Уже прошло, кстати, 3 года. Мне кажется, 3 года это очень достойный срок разработки игры. Блин, да сколько можно вас любить, а? Парни, вы скоро кончитесь? Или у нас будет целая серия того, что я спасаю Грюкса? Спасение рядового Райана, блин. Я спасаю рядового Райана? Не знаю, что это рядовой Райан. Мне кажется, будет не так грустно. На самом деле, эта штука не особо какая. Мне кажется, электротопор будет туда прикольно стоить, как он сразу просто берёт и убивает. О, Господи, я прощаюсь! Я прощаюсь! Чё тебе сжателем застрелиться хочешь там? Так не делай это! У меня на градус тебя надо получить. Я не знаю, почему... Почему я не засчитываю, сколько я должен наворотить, чтобы мне уже сказали, что всё, Евген, молодец! Сколько же надо наворотить, да? В общем, я считаю, что 3 года для разработки игры это очень хороший срок. Особенно, когда мы видим игры, которые буквально там 2 года зарабатывали, полтора, на я имею в виду, активно зарабатывали, так как 3 года. Я думаю, что снайпер элит 4 Италия будет очень хорошей. О, Господи, спасибо! Я никогда не сжател кого-то сжател. Да-да-да-да, просто сжател, до того, чтобы я улучшил мою сознание. Я буду. Он такой, типа, да-да, я никого не убивал, сэр, я не знаю из этих. Всё, нам осталось немножко чужателем. Я надеюсь, период Хэммонда обходится меньше крови. Что же, постараемся не пропускать, что это тяжело. Ой, Господи! Позже Обскурису всё, конец. Да, теперь цель в том, чтобы найти Вика, это раз и два, это... Да, получай ледышками по своему комплекту. Огнемёчка, давай-давай, разнесём его. Ой, что-то где-то, он ещё не умер? Чё тут прижал? Кто прижал? Чё-то ничего не понимаю. Чё-то не очень мыльная фоточка получилась, как по мне. Хотя довольно забавно, как здесь дают более высокий ранг фотки просто за то, что это селфи. Мне кажется, это какая-то пародия. Можно взять, кстати, руку и драться рукой. Пистолет калибра такого высокого, он очень, кстати, хороший. Вот эта фигня, давайте выкинем. Вот эта фигня, я хочу ходить с этой фигнёй. Просто из неё даже скрафтить, по-моему, ничего нельзя. Из руки, ну, можно, но, понимаете, для этого материала нужны. Типа динамита. Я пока буду, давайте, как лягушечка кувыркаться, мне так нравится. Чё, давайте, 800 метров, так, всё, садимся в этот... Это броневик или что это? Ай, неважно, это огромная машина. Похожа на вездеход Патриот. Садимся в неё и едем. Это гражданский перевозчик. Типа, это как в адаармейской машине с полемётом, только без... Едем. И да, проблема с многих игр, то, что сейчас их разрабатывают, скажем так, слишком... Слишком мало времени, и поэтому игры получаются довольно кривыми. Надеюсь, что снайперы идти будет интересной игрой. Надеюсь, что там нужно будет отстреливать яйца Гитлеру. Как ты была в всех предыдущих частях? А, значит, первый, не знаю, может, в первом снайперы идти нельзя было, но в третий я играл, и довольно много. Одна из моих любимых игр. Я вроде как небольшой спец по снайперству, но как-то вот у меня всегда хорошие отношения с этой серией игр были. Я во второй немножко играл, мы с другом пытались сделать такой копчик небольшой, но что-то у нас не получилось как-то, по времени не получалось. Вместе, может, мы все-таки второй снайперы пройдем в хуопе. Даже не знаю. Стало с ним. Как мне вообще отсюда улиться? Я не могу понять, как тут быть. А, знаю, даже не на шоссе нахожусь. Я еще думаю, а почему я не могу... Почему я не могу... Да, знаю. Я специально с ним побродить. Она не очень интересная. Почему я не могу выбраться, а на шоссе выбежать? Я тут минут, наверное, пять просто плутал в какой-то части карты у шахт, но в итоге вышел на шоссе снова. По сути, я просто пошел изначально в ту сторону. Ну, постойте. Что скажете, если мы устроим небольшой... Небольшой мейхом, небольшую просто потасовку? Там из-за скелет находится, и здесь куча зомби. Да, блин, бери уже, задолбал. Как я не вижу, когда вам надо долго что-то брать в игроку? Ну, что нельзя просто взять и сделать? Знаете, это уже долго, там анимация пять часов и длится. Помогите, я не торопиливаю? Иногда я действительно раздражаю. Сидишь и ждешь, когда там уже прокрутится дурацкая анимация, которая нафиг кому не нужна. Хотя, не, не, ладно, хорошо, это я преувеличиваю, она нужна. Кстати, у вас полно денег, ребят. Я думаю, надо зайти в коем-нибудь убежище и действительно потать их с пользой. К тому же здесь есть убежище рядом. Постойте. Давайте, ребят, устроим, постреляем по ним. Ну, как она эффективная, конечно. Очень хорошо разносят зомби, но какая-то очень вялое, как пипирка вялое. Давайте, эх, миг! Разбей его, да, хорошо, какой молодец. Давай, эх. Продолжаем действовать. Продолжаем раскидывать чуваков. Не знаю, мне кажется, критический удар могли бы быть лучше. Они какие-то вялые сейчас, такие вообще вялые. Кстати, вот ногой вообще огонь, ногой это просто, это просто бомбить, бомбить чисто. По сути, в игре можно вообще не делать никакого сюжета, парни, а можно просто все крушить. И да, я тоже думал, что игра, опять же, я говорю несколько раз, что ли снова, я тоже думал, что игра будет чисто вот такая. То есть, ходи, круши, бессмысленно, но на самом деле нет. Пошел, нифига я его разобрал. Я такого не ожидал. А, как же я люблю зомби, давайте, подходите. Ладно, что-то надоедать начинает. Просто я чувствую свое явное превосходство, и в такие моменты ты начинаешь понимать, что что-то ты не делал, все равно ты победишь. И вот это скучно, это становится скучно, хочется челленджа, что они сейчас в зоме просто грызли меня. И сейчас костюм еще взорвется, к тому же, давайте пойдем закупимся. И я хочу знать, где валяются наши любимые чертежи. Для этого мы купим с вами карту, картежечку. Карта, видите, чертежи, все, теперь мы, знаете, держат чертежи. Файловик это мы купили, ключи от убежища это мы вроде купили. Ну все остальное вроде, ну поставят вообще закрыто, но это уровень убежища еще маленький. Понятно, это тоже что-то уровень убежища у меня маленький, а это все, больше ничего. Ну и вали. Насчет еды, насчет еды я даже не знаю, но в принципе у нас с едой нет проблем. На самом деле немножко даже глупо покупать еду в игре. Может одежду какую, а? Вот есть что-то интересное? Отлично, все, теперь я хоккеист, пошли. О, есть торговцы транспорта. По сути, чтобы покупать крутое оружие здесь, по сути, крутой транспорт, нужно качать убежища. Для этого надо бегать по карте просто как угорелый. Хм, рапира. Балет. Пьет. Все эти, все вот эти вещи я могу найти на улице как бы. Уу, постой. С кулаки. А давай-ка мы так... О, посмотрим как оно. Это из дополнений, видите, даже помечен. Такой знак магазинчика со стрелкой вниз. Это, видимо, значит, DLC. Тут можно, кстати, заранее покупать. Вот огненного шалема у меня не было, кстати. Хочу огненный шлем. Да денег уроню клюет, ребят. Давайте купим крутые вещи, которых у нас не было. Санты кислотник. Блин, я не знаю, кислотой мы уже плевались. Я хочу что-то другое. Ротто киллер. О, а это выглядит секозно. А еще что есть? Разрядник. Это он... Как поэт, ты его ставишь и... О, тяжелая пила. Во-во-во. Вот это, вот это нам надо. Кислотный дождь. Базука. Динолук. Давайте многостволка. Стреляющий зон. Ну, это такие. Не-не-не, это все такое. Не хочу на это тратиться. Это... Вот крошитель. Крошитель я возьму. И лазерный нож хочу. Это микроскоп плюс какое-то стрелковое оружие. Окей. Дорогенный шалем. Мне уже сейчас пределится, что я хочу... Постойте, нет. А, эти перчатки только экзоскелет. А как я возьму вещи, которые я купил? Может мне надо перераскидать? Следующий, что делается, ребят? Сорян. И всем норм, что я переоделся по-быстрому. Посмотрим. У нас для стрелкового оружия проблем вообще нет. У нас здесь проблема. Ну, вот кислотная кувалда уже вообще наладанных уравнитель. Возьмем вместо него огненный шлем. Все остальное, как я понимаю, влезло, получается, да? Ну да, кстати, смотрите. Все, блядь, да. Лазерный нож нам дали. Это, видимо, какой-то бонус. То есть, я не только чертежку пил, я еще и оружие. Я бы к нему купил. Это, видимо, что-то типа тестового образца, как тебе духи в литуале разбавленные водой дают. И вот то же самое здесь произошло. Может быть, топорик выкинем? Он какой-то, ну, совсем дохлый. Я подпочитаю его, наверное, выкинуть и взять вместо него уравнитель. К скулоке, к сожалению, взять не получится. Потому что, ну, понимаете. Релиссатрон тоже. Кстати, дробовик просто вот лежит. Понимаете, как можно экономить? Лежит дробовик. И он просто лежит. Ты просто его подбираешь. Все, пойдем на задание. Время ретро-тачи. Ретро-ретро-машюты. Они очень хорошо людей дают, например. Значит, просто ехать по большому шоссе. Просто ехать по большому шоссе и не тупить без зон. Хорошо. Хорошо. Кстати, а можно взять чертеж? А давайте выйдем за чертежом немножко. Поохотимся. Потому что вы уже просите менять, типа, Евгену чертежи. Давай, давайте пойдем. Просто накатиться. Окей. Э, получил. Вот ж мазил, а. Десятого раза попал. Пидарас. Ионная пушка. У-у. Ну-ка. А что надо для ионной пушки? Аккумулятор плюс стрелковое оружие. Так, где он? А, вот. Аккумулятор, стрелковое оружие у нас есть. Значит, все будет просто. Чертежи, кстати, максимально простые, как по мне. Вот я помню, в третьей части они были намного быстрее. Ну как, намного? То есть я не скажу, что прям жестко было. Но частенько предметов нужных под рукой не было. То есть я реально отбегал всю локацию. Получалось, что да, иногда были нужные предметы, чтобы скрафтить оружие. Иногда их не было. И сами понимаете, это не всегда было удобно. Так, давайте, может быть, торговом автомате что-то? Веря, возьмем, возьмем. Пать-ка, можно все. Насчет комбинации транспорта. Давайте попробуем. Не получится ничего скомбинировать. Пока просто не получается скомбинировать. Да, в некоторых гаражах тут сразу есть такая, знаете. Есть такое, что стоят два транспорта, но может быть... Машина. Смотрите, машина танцует. Пойдем на мотоцикл как веселее. Блин, у меня что-то с мотоциклом реально заносит сильно. Еще чертеж, парни. Возьмем? Возьмем, конечно же. Вот там чертеж, заходим в здание. Батя в здании сейчас будет. Получай, батя в здании находится. Кстати, тут подкаст заодно. Зомби-евангелие. Посмотри, тут зомби-евангелие отпал. Единственное, вы ломите радио. Для вызовших. Так, гонг. Плюс компьютер. А где мне взять гонг? То есть не то, чтобы он здесь лежит. Гонг, вот он, вот он гонг. Сорян, он напал на пол, я вот его не увидел из-за этого. Кобольская шляпа. О, теперь я секс. Идем. Выносим. Уравнитель уже надоел. Давайте посадим гонг с пленостной стереосистемой. Ловушка со звуковой волной. Как она будет работать, сейчас узнаем. Полно этих твотворей. Пожалуйста, успей крит. Да, успели. По сути, они с топорами везде одинаковые. Это очень печально, что тут. А ловушка как работает? А, они идут на звук гонга, и она взрывает их. Хм, прикольно. Мне нравится. Следующий чертеж. Они взяты, типа, да, да, черт... Хотел сказать, чертеж. Давайте закинем в толпу. И еще. Что, тут это развлечение. Спасибо, что заставили меня искать в тюрьму. Ладно, я не жалею ни о чем. Еще ангру. И рука с динамитом. Посмотрим на эффект руки с динамитом. Мне кажется, я и просто так могу бросать динамит. Постой. Что за херня? Он очень запоздал взрывать. Видим, в этом идея, что-то. Ну, идея еще в том, что ты возле бьешь. Давайте заберем... Эх! Тяжело-то, а? Заберем чертеж из этого здания. Опять батя в здании. Тут дискотека века. Диджей, паттимейкер, шлик-дэнсер, сейкер-сейкер. Я до сих пор не могу отойти, понимаете? Сколько лет прошло, а меня до сих пор прет от диджея паттимейкера. Сколько лет? Постойте, не лет, месяц. Да мне даже кажется, чем-то свежим, как Сергей Симонов там дрался со всеми. Я такой ретро-чувак. Наверное, кто-то думает, это было лет 15 назад. Там, Сергей Симонов. Устраивал бои, теперь Симонов уже никому не нужен. Но я помню. Я как ягода-победника. И Саус пока все помню. И все. Всем все припомню. У меня была одна классница, которая постоянно говорила, смотри мне. И я тебя припомню. Причем, а не, даже несколько одноклассников. Причем, они все были из Латвии. Я думаю, это какая-то латвийская. Если меня кто-то смотрит из Латвии, скажите, это латвийская такая вещь? То есть, это вы все так Латвии говорите? Вы всем все припоминаете? Мне интересно. Просто почему-то все латыши так говорили. Даже мужского пола, честно говоря. И вот это мне интересно. Это национальная черта? И да, немножко завис парни. Потому что типа это оба сумки так вот сейчас будут. Хватит, с динамитом стоять. Отстрелим яйки этому зомбятику. Постойте, а где чертеж? Я вот иду, иду. И нет чертежа. Везде какие-то эти футбол-менеджеры. А где чертеж? Твою мать. Где вы его забыли? Я не подбираю все специально. Потому что реально как-то все подбираю. Что-то, ну там приходится выбирать. Что-то надо выкинуть и так далее. Это все что-то не нравится и неудобно. Чертеж дедкуху уже, блядь. Но я не могу найти где-то. Че, шкафчик, ганшек. Шапка Санты. Давайте ее оденем, да. Если найду костюм дедушки Морозиуса, обязательно надену, парень. Не беспокойтесь. Ты думал, что я не одену? Господи, чуваки. Я выдумываю тебя больной, что Деда Мороза не один, естественно. Апсцент ящик. Какую болезнь. Мы это знаем. Он предлагает, по крайней мере, забыть тайным вылом это избиение президента. Уже 52 уровень. В основном, где чертеж? Я вот вообще не знаю. Может, пойдем, а ну? Потому что я тут все осмотрел, чертежа просто не вижу. Может, он где-то тут и есть, но, например, тут зомби еще ходят. То есть, осмотреться, в принципе, некогда. Так что, давайте просто пойдем в соседний оружейный магаз и откроем там ящик с оружием. Ну, прикольно, что они вот так ключи оставляют. То есть, это на самом деле стимулирует жестко к исследованию игрового мира. То есть, понимаете, ты видишь ящик с оружием, думаешь, блин, как я его открою. Нужен ключ. Но, к сожалению, я запись ВИК не смог подобрать, как он не смог найти ключ карты от гаража. И вот это меня, кстати, даже не расстроило. Уж записи ВИК, они важнее, из-за того, что концовка от них зависит. Да, я серьезно, концовка зависит от записи. Постойте, а мы тут уже что подбираем? Слежит военный комп, а обычно в е-компах лежат записи какие-то. Ну-ка, открыть эту дверь. Тут где-то есть ящики. Ящики обычно вся какая-то крутота валяется, так что... Постойте, а это что? Критические удары стихии. Раньше, кстати, ячейку надо было использовать в инвентаре. Постойте, где тут? Я вообще нихрена не вижу. Может, камера? Черт, гвозди. А что это? Дождь из гвоздей. Ууу, мне нравится. Это, наверное, как я понимаю, огнестрельное оружие. Постойте, что можно выкинуть? Ну, тут 15 патронов. Что не особо надо? Ну, пистолет тут есть такой. Ну, давайте обычный выкинем. Обычный он не к черту. Вот, этот я понимаю. Это мне нравится. Тут, видите, еще оружие. Может, кто-то кричит, помогите. Лыжные очки тонкой оправе. Давайте пойдем отсюда. В принципе, крутых вещей много. Проблема в том, что подобрать их все и сразу просто нельзя. Нифиг. Нехренать, а если в толпу такое? Ну, маленькая толпа, но подойдет, если он полнадал. Что-то не скидывай, как он тут засрать сходит. И бегает. Ну, что у меня... Нет, я оглох, что ли? Контузия? Я не знаю, там дискотека, там стройка какая-то. Не хочу на стройку за чертежом. Я лучше пойду вот в этот тату-салон. Там возьму чертежик. И мы с вами станем еще на чуточку. Чуточку величественной. Костоправ. Барабанщик плюс инструменты. Пустой, инструменты еще найти. Эй, плюс какой-то механизм. Ну, давай. Эй! Мне нужен какой-то механизм. Ну, хрен я еще возьму. Шлем костюма феодала. Отлично, мне нравится. Дайте я возьму вот это. Короче. О, кстати, боевой топор тут есть. Вот эту вещь я тоже хочу взять. Ну, и действительно, мне нужно скрафтить. Только я не знаю, где это сделать. Ничего себе, мой топор. Ну, мне нужно найти что-то типа инструмента. А, вот он, дустрельальный вентилятор. Все, отлично. Кстати, приятно, что зомби тебя ранит. Блин, значит, он будет стрелять всем в спину, кто ко мне подойдет. Вот это я понимаю. Ну-ка. Это в окружении зомби, мне кажется. Это просто идеальное оружие. Давайте его проверим в окружении зомби. Ну, что-то напомнил этот шлем феодала. Напомнил мне игру под названием Life is Feodal. Или Life is Feodal. Так. Давай, бей. Офигенно, офигенно. Просто огонь. Просто огонь. Давай, парни. Парни, парни. Мне нужно бомбануть, как следует по вам. Нифига. Смотрите, это все я сделал. Это я мясо столько наворотил. При этом, что современные игры могут столько отображать. Я просто вспоминаю все эти старые игры, вот где трупы исчезали практически на глазах. И до сих пор есть игры, в которых так делают. И это очень грустно. Потому что ты хочешь видеть мясо. Даже если это не зомби играл. Я хочу видеть трупы, которые я наворотил. Чтобы, знаете, посмотреть и сказать. Че у тебя, пацан? Это я, что ли, сделал? Вот я, вот я маньяк. Ладно, давайте пойдем с вами уже на задание. Опа-па-па-па! Я еду и давно зомби. Мне это так нравится. Что? Как тут делать это? 24 на 7. Как индус, который подает карри. Фрэнк! Ты далеко от укрытия Вестриджа? Так раз то я еду. Хэммонт не срослось с бунтом. Что там с укрытием? Ну, западное. Что-то там не то. Проверить свою жизнь самую. Черт, почему же зомби это вся такой гемор? Возьми. Мне кажется, я согласен. Нашествие зомби это гемор. Это действительно гемор. А вы как считаете, от нашествия зомби гемор или не гемор? Мне кажется, нашествие зомби это более чем геморрой. Просто вот самый настоящий. То есть, понимаете, сколько всего сразу. Давайте я все-таки хочу попробовать здесь забрать данный Вик. Потому что, понимаете, эти данные, опять же, я повторю, влияют на концовку. Это важно. Мы заходим в настоящую концовку. Давайте перепройти нас в большую луку, может быть, я не знаю. Просто здесь нет лишних сохранений, как было, например, в предыдущей части. И в этом, как бы, некоторая проблема существует. А что, я пройти не смогу? А, че? А, у вас все путем мне? А, просто не машин пожарной купи. Огромное спасибо за беспокойство. Так. Как мне собрать то, что я хочу? Или пока нельзя? Я не могу пройти? Ремонт? А потом можно будет? Я чувствую, что потом надо будет, да, прийти. И, типа, разбираться. Очень странно, что они так мило со мной разговаривают. Как будто, знаете, как будто все отлично. Как будто все у них ништяк. А я такой приехал и порчим. Че-то, возьмем, надеюсь, я смогу данные забрать. Меня немножко это напрягает. А, возможно, то, что я не мог найти ключ-карту, то и было задумано по сюжету. Мне знак. Может, там в гараже окажется какой-нибудь мега-монстр. Че-то, понимаете, это только дело номер 5 из 6-й раз. Жуть. Нужно забраться по-уше, осмотреться. У нас, кстати, как-то в городе несколько раз звучало. Вот, и сирен, но, по-моему, тестовый запуск был, потому что... Я всегда думал, что если звучит эта сирена, значит, война началась. Значит, все. Америка атаковала. Нам не жить. Ну, или им не жить, там, или нам всем не жить. Какое-то, нам всем просто не жить. Ну, это такое деталь. Постой. А, это как так-то? А, понятно, не туда, в лес. Ну, черт возьми, ну, хрен, пойми, где указатель. Кстати, прикольно, что стрелять на автомате, и при этом... При этом потом вообще не кончается. То есть, вот я иду, а на самом стрелять, я сейчас ничего не делаю, и я стреляю. Это именно сама, сама сам шелкунчик постреливает. Так, изолированное здание надо исследовать. Ну, и... Что-то расследование. Это не зомби. Так, так, убитый, выживший. Так, почти закончено. Что значит почти закончено? О, вау! Ах, ты, забор под напряжением. Не, ну, спасибо ей, так, бодрый. Ну, и как мне быть? Да, тут все перекрыли. Сейчас, дай я тебе метку сниму, она меня раздражает. Брэд, что за что отмигает сейчас, ажевые лампочки? Локировку, до сброса системы никому не войти и не выйти. Зай здесь панель, нажми кнопку сброса, и внешние двери откроются. Сзади, а где этот зад находится? Так, и... Погоди, а как же колдор? За Хэммон тебе пылитцер не дадут. Я знаю, брат, просто за мной должок, ясно? Все, возьми, вот это меня вставило клюлей по самые яйки. А что, а как мне эта панель там на заднем дворе активировать? Может, здесь? Надеюсь, что здесь, парни. Иначе мы сейчас зря с вами тут прыгаем. Не знаю, может, не здесь. Так, ладно, в комплекс не ловим. Может, надо через забор как-то перелезть, потому что, ну, блин, а как я попаду? Мне кажется, панелька, она где-то здесь. Только вопрос, как туда попасть. Постойте, постойте. Может, я себя залезу на вот эту крышу? А тебе завезу, как я туда залезу? То есть, получается, в любом случае, забор здесь надпись, а вот это сейчас забор, она под напряжением, может, я могу просто войти? Кстати говоря, да, я могу просто войти, что самое забавное. То есть, весь забор под напряжением, и я подумал, логично, что ограда тоже. Да хрен там будет. Ну, открой, засранца. Засранка. Настройки сброшены, загадь и скорее, а то зомби доберутся до Хэммонт раньше тебя. Вот что, об этом я не подумал. Идём, надо спасать Хэммонт. Чё-то злые выжившие. Хэммонт, я здесь救аю тебя! Фрэнк! Чувак, у тебя здесь только зомби? Ходор, эээ, я не знаю. Но я с ними разберусь. Эм, Брэн, тут полно зомбаков. Да за что, там будет три двери, заприх их изнутри. В мэке Left 4 Dead, там, по-моему, тоже дверь надо будет. Я в своё время мало играл в Left 4 Dead, как-то пару раз было, но я тогда не очень любил такие игры, потому что у меня и компани какой-то весёлый не было. Я ебал компани, но мы какие-то, по-моему, такие потные чуваки, то есть мы любили потные больше игры, чем какие-то такие, знаете, игры, в которых надо фаниться, потому что Left 4 Dead всё-таки игра для фана, она не потная. Мы любили именно такие, знаете, потненькие игры, где надо надвигаться. Так, ещё дверь заперта, потом надо будет зомби, скорее всего, истребить все, которые вошли. Эх! Сейчас закроем. Нужно закрыть двери! Да я занимаюсь, чёрт, я чё-то пристал. Так, полотену заткнули, осталось вытереть лук. Я думаю, давайте до максимума доведём. Вот эту штуку. Постой, мне кажется, что-то скрафтить надо. Давайте супчик возьмём. Я где-то здесь видел, что что-то прям ярко-синим горело, как будто это можно было объединить. Тут в этом, кстати, и дело, что... Нет, постойте, я чё-то... Я не знаю, тут где-то компьютер, по-моему, можно было. Но чё-то не вижу теперь. Может быть, мне показалось. Парни, тут стена. Мы не там стали. Сейчас, секунду. Сейчас очищу. Последний. Баллоны не взоболись почему-то. Ну и ладно. Перетерпим. Так, в доме Патриот. Ну, отлично. Постойте, мы же можем из этой... Да, мы можем сделать старую-добрую кувалду. Поэтому я не хочу бросать эту штуку, даже учитывая, что она почти раздроблена. Боевой топор, ну, блин, ну вот у тебя. Ну всё, они такие вкусные, вот эти вещи, просто... Настой, нас и так есть старая-добрая кувалда. Давайте её заменим. Да. Что хрен тут зомби затролли? Хочу электротопор. Это лучше обычной боевой секиры. Намного. Так, посмотрим, что там с Коннором. А, я в заплакат облегчение, но все усилия уходят на то, чтобы не обосраться. Боже, надеюсь, Хэмммедс. В смысле? А что, не с вами? Люди, Том, забрали её и Джордан. Мы хотели идти за ней, но эти странные девички нас тут заперли. Том, скорее всего, на ферме держит. Пойду за ними, не выключай рацию, я сообщу, что-то узнаю. Спасибо, друг. Ну, а что, наше стране? Кстати, я думаю, Коннорич с начала игры по мне. Ай, ты пройдоха, Коннор. Кстати, да, Коннор, который спасёт всех от злых машин. Кстати, да, вот почему ферма была заперта, парни, теперь вы понимаете. Я же так, вот я так сразу и подумал, что, эээ, чё-то будет, чё-то готовится, чё-то затевается. И вот так и оказалось. Мы не можем ничего скрафтить, потому что если можно что-то скрафтить, то через эту менюшку тоже делается. Не обязательно это всё делать, ну, как бы, в самой игре. У нас опять 6 очков, потому что я не люблю качать сразу всё, я не люблю сразу пользоваться очками, как есть, как только появляются. Потому что, ну, в этом нужны, наверное. Так, если нажать цель из-за оружия, то появится оптический прицел. Ну, мне это не особо надо, да, что даёт больше боеприпасов. Я бы, я бы скорее хотел таскать на себе больше. Это как это генерализовать? 65 уровень, к сожалению. Ну, понятно, значит, туда пока не целите. Это что даёт? Уже оптическую железо. Тоже нам не особо надо. Может, стойкость поднять? Максимальный запас, да, давайте, здоровье. Здоровья много не бывает. Скорость восстановления выносливости тоже, что много не бывает. Медаль достижения, умелый спортсмен на телефон пришёл, потому что это вообще выносливости. Ай, давай! Раз, пошла такая пьянка, увеличиваю выносливость до конца. Бажется, у тебя, ну, давайте ещё лучше наворотим. Так что мы здесь, вот в этой категории, пока что всё прокачиваем. Перестрелка у меня, кстати, у меня всё вкачано. Повышает прочность режущего оружия. А, ну, что прочность, это хорошо. Грязное несение величину критического. Ну, блин, всё, всё, ребят. Пока что тупичок. Пока что у нас тупичок, но я думаю, дальше прокачаем оружие ближнего боя. А увидимся мы с вами на эту прокачку в следующей серии. Мы с вами запишемся на прокач-сессию. Но для этого нужно будет убивать как можно больше зомби, а это дело непростое. А в ваш школьный автобус нельзя сесть? Ну, чёрт, было бы весело. Не дает. Это печаль, это грусть и печаль. Что же, всем до скорой встречи. Парни, можете ставить лайк и подписываться на канал. А главное, добавляйтесь, друзья, вконтакте. Не забывайте про нашу группу, мне много интересного. Вот так же указаны все новинки, в которые я буду играть там. Ну, всё, до скорой. О, подожди золотая жила. Я всё только что после аккординации сходил. Не пожалеешь. А где эта золотая жила находится? Опять 3-9 земель тащится. В любом случае, мы сделаем это в следующей серии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!